О главных событиях 7 дней мы расскажем на Брянской губернии в студии Артём Сухоломкин. Здравствуйте! Главная тема недели – визит Игоря Щеголева, полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе. Об этом и о многом другом мы расскажем в событиях недели. Фундамент будущих побед. Александр Богомас и полк предпрезидентов ЦФО Игорь Щеголев заложили первый камень в основании будущего Дворца единоборств. Кремниел запустил серийное производство микроэлектроники для смартфонов, ноутбуков и другой аппаратуры. Предприятие получило льготный заём. Так выглядят транзисторы, которые выпускаются на новом оборудовании. До этого на предприятии ничего мелче не выпускали. Вместо галстуков – клюшка, вместо кабинета – лёд. В Трубчевске прошёл товарищеский матч между хоккейными сборными правительства Брянской области и Трубчевского района. Год тренировок даёт о себе знать. Мы подросли, и это приятно. Но есть к чему ещё стремиться. Исполнение наказа у населения, социально-экономическая политика и вопросы улучшения качества медобслуживания. Александр Богомас выслушал руководство нескольких районов. Завершить строительство детского сада на 135 мест – одна из главных задач для Суражского района на 2019 год. Лучшие педагоги начали борьбу за победу в Брянске. Уже в 30-й раз стартовал региональный этап конкурса «Учитель года». Вы уже победитель регионального конкурса «Учитель года России» 2019 в Брянской области, потому что вы лучшие. Станцуй лучше. Кубок вызова. На телеканале «Брянская губерния» стартовал отборочный этап третьего сезона популярного телепроекта. Торжественная церемония закладки первого символического камня будущего дворца единоборств состоялась в пятницу. В этом мероприятии принял участие полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, который находился в Брянске с рабочей поездкой. Брянская школа борьбы известна далеко за пределами России. Десятки прославленных чемпионов и сотни завоеванных медалей. Брянщина, как ни один другой регион страны, была достойна такого уникального сооружения. О необходимости строительства комплекса говорилось давно, но перейти от разговоров к делу удалось лишь после личной встречи губернатора Александра Богомаза с премьер-министром Дмитрием Медведевым. В результате грандиозный спортивный объект стоимостью более двух миллиардов рублей появится именно в Брянске. Конечно, такие проекты, они очень важны, потому что в них получают возможность тренироваться чемпионы, будущие чемпионы и нынешние чемпионы. А чемпионов заражаются любовью к спорту и простые девчонки-мальчишки, и я очень надеюсь, что их родители, бабушки и дедушки. Поэтому такие объекты должны проводить не только тренировки, но и соревнования, и служат популяризацией и привитию народу любовью к спорту. Уже через несколько месяцев здесь, на пока безжизненном пустыре, развернется масштабная стройка. Символический старт, который дали полномочный представитель президентов ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Брянской области Александр Богомаз. В самом центре города, на площади почти в 7 гектаров, появится комплекс аналогов, которому нет в нашей стране. Несколько тренировочных залов, площадки для игровых видов спорта, бассейны и гостиницы. Этот проект важен не только для жителей Брянской области, но и для страны. Вы должны понимать, что этот проект один из многих сегодня, в 2019 году, таких только 8 проектов на всю страну. Здесь будут проходить соревнования не только областного уровня, но и российского, ну и европейского уровня. Потому что такого зала на 4000 мест. Здесь будут проходить соревнования, здесь будут проводить концерты. Дворец единоборств – не просто очередной объект спортивной инфраструктуры. Он должен стать настоящим домом для будущих брянских чемпионов. Дай Бог, в общем, что все у нас спортсмены, не только вольники, санбисты, юдисты, каратисты. Все виды спорта, чтобы все могли заниматься на этом виде спорта. В этом здании, который будет здесь и проводить чемпионаты России, мира, Европы. Сейчас-то можно. Когда нету спортсооружения, тогда ничего нельзя проводить вообще. Всех здорово, что это наш губернатор нашел, как говорят, такие деньги. В церемонии закладки первого камня принял участие и митрополит Брянский, и севский Александр. Его Высокопреосвященство, обращая их к собравшимся, отметил, насколько важны такие проекты для укрепления духа и воспитания подрастающего поколения, и совершил чин благословения. Бог охранимей стране нашей, властем, полномоченному представителю президента Игорю, и губернатору земли Брянской Александру, сотрудниками и соработниками их. Согласно проекту, дворец единоборств должен быть введен в эксплуатацию через три года. В Брянске прошло заседание Совета законодателей Центрального федерального округа при полномочном представителе президента Российской Федерации. Для регионов это уникальная возможность обменяться опытом и высказать свои предложения в вопросах исполнения указов главы государства. Подобные встречи, возможность сверить часы и обменяться опытом работы. Члены Совета законодателей ЦФО вместе за одним столом рассматривают наиболее важные законопроекты, вносят предложения и рекомендации. Мы с нашими коллегами решили выбрать именно Брянскую область, потому что мы никогда не проводили здесь Совет законодателей. Впервые он проходит на площадке Брянской области. Плюс нам был интересен опыт Брянской области, который был сегодня презентован и представлен всему Совету законодателя ЦФО. И он получил положительную оценку от всех коллег. Первый пункт в повестке заседания – реализация национального проекта «Жилье и городская среда». Председатель Брянской областной думы Владимир Попков рассказал коллегам о тех социальных объектах, которые возвели в регионе за последние годы, о работе областных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, о том, как защищаются права дольщиков и чем вызван рост экономики региона. Особый интерес у законодателей вызвал опыт Брянской области в вопросе обеспечения жильем врачей. Мы первыми выделяем миллиард на три года для покупки квартир для наших врачей. Ведь мы когда проанализировали, 20% врачей старше 60 лет. Это не говорит о том, что они должны уйти. Они должны работать, и мы преклоняемся перед ними, что они работают. Но приходит время всем нам, когда нужна замена. Поэтому мы сегодня во всех районах Брянской области даем средства, чтобы главы районов, главврачи покупали жилье для наших медицинских работников. Взяли на заметку участники собрания и то, как Брянская область защищает права сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как изменилась ситуация в регионе за последние годы, можно понять, сопоставив две цифры. В 2011-м для ребят, которые выросли без родителей, прежняя власть смогла купить лишь 28 квартир. В 2018-м ключи от долгожданных квадратных метров получили 420 сирот. Приблизительно столько же обзаведутся жильем и в этом году. Я бы хотел поблагодарить и сегодня руководство Брянской области. Мы встречались с людьми на Брянщине. И за какое-то время мы увидели очень хорошее и позитивное изменение происходит на Брянской земле. Вопросы социально-экономического развития, в вопросах выбора стратегического курса. Бюджет увеличился. Отсюда есть и возможность. Отдельным блоком Совет законодателей ЦФО обсудил внедрение технологий дистанционного голосования на грядущих выборах. И проанализировал то, как проходила цифровизация избирательного процесса на выборах президента Российской Федерации и мэра Москвы в 2018-м году. На сегодняшний момент в Государственной Думе рассматриваются два проекта федеральных закона, посвященных двум экспериментам. Один эксперимент – это по образованию цифровых участков на территории города Москвы, где жители других регионов, например, если выбрать, опять же, центральный федеральный округ, где жители Брянска, Тульской области, Липецкой области, смогут проголосовать за губернаторов, за кандидатов губернаторов на территории Москвы путем открепления через портал госуслуг и прикрепления к определенным участкам, которые будут сформированы и будут располагаться на территории города Москвы. Второй проект федерального закона предполагает проведение вообще эксперимента по дистанционному электронному голосованию во время выборов Московской городской думы. Это когда можно будет проголосовать через компьютер, через, как говорит сейчас молодежь, через любой гаджет, не выходя из дома, а прикрепившись к так называемому цифровому участку. Сегодня мы рассказали об этих проектах законов, получили поддержку от наших коллег, и следующее обсуждение уже состоится на площадке Государственной думы. В подведении итогов совета приняли участие полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и губернатор Брянской области Александр Богомаз. Также на этой неделе с рабочим визитом Брянск посетил первый заместитель директора Фонда развития промышленности Российской Федерации Андрей Манойло. Он побывал на предприятии «Кремни-ИЛ», которое запустило серийное производство микроэлектроники для смартфонов, ноутбуков и другой аппаратуры. Ранее фонд предоставил «Кремнию» льготный заем на реализацию этого проекта. Подробнее о новых технологиях и возможностях современной техники расскажет Екатерина Зойдина. Телефоны и другая цифровая техника становятся все более совершенной. Во многом благодаря увеличению числа вот этих крошечных транзисторов. Они используются для усиления электрических сигналов. Длина затвора 500 нанометров. В сто раз тоньше человеческого волоса. Невооруженным глазом невозможно рассмотреть и микросхемы. Металлизированная дорожка получается в размерах 2-3 микрона, а волосы 50-60 микрон человеческие. То есть в сравнении уже видно, что в 10-100 раз может различаться. Запустить новое серийное производство удалось благодаря поддержке Фонда развития промышленности Российской Федерации. В прошлом году предприятию предоставили льготный заем на 200 миллионов рублей. Гостям показали новейшее оборудование и самые высокотехнологичные участки производства. В специальных боксах с идеальным микроклиматом создаются сложнейшие микросхемы. В этих комнатах идеальная чистота. Даже количество пылинок не превышает одну штуку на литр. Создается впечатление, что сотрудники работают в космических условиях. Мы сегодня видим, что эти деньги выстрачены на новое эффективное оборудование, новые эффективные технологии. Что это соответствует целям, на которые они были, собственно говоря, направлялись. И нам, конечно, интересно сегодня было посмотреть уже промежуточный этап работы, когда все оборудование работает. И заодно обсудить с руководством предприятия, как мы будем сотрудничать дальше. К 2022 году «Кремний-Л» планирует выпустить транзисторов и микросхем на сумму более 800 миллионов рублей. Среди основных потребителей – Роскосмос, Росатом, авиаприборостроение. Современное оборудование позволило выйти на более высокий технологический уровень. Это в рамках импортозамещения гражданских изделий. И вот эти изделия, которые мы вам показали в 123-3, 123-5, они позволят сегодня заместить примерно миллиард рублей, которые тратятся на импорт, которые завозятся из-за рубежа. На заводе работает много молодых специалистов. Они прекрасно справляются с современной и даже уникальной для региона техникой. А снастка для всех вариантов микрокорпусов изготавливается в открытом недавно при активной поддержке губернатора Александра Богомаза в первом в регионе промышленном парке. На таком оборудовании работать легко, не напряжено в принципе. Если учитывать станки 10-летней давности, 20-летней давности, это куда лучше, чем то, что было тогда. Поэтому, ну да, мне нравится. Сотрудничество предприятия с Фондом развития промышленности продолжится. В планах освоить новое серийное производство интегральных микросхем и транзисторов с проектными нормами 350 нанометров уже для более сложных изделий. Русла Дисны в черте Брянска могут расчистить эти планы областных властей 19 марта в Москве. В Министерстве природных ресурсов и экологии России губернатор Брянской области Александр Богомаз обсуждал с министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным. По встрече также принял участие первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Российской Федерации Николай Валоев. Он также держит вопрос расчистки главной водной артерии региона на своем контроле. В ходе встречи обсуждались планы по расчистке реки Дисны в пределах города. Губернатор подчеркнул, что руководство региона нацелено на сохранение и восстановление водных объектов. Дмитрий Кобылкин поручил ответственным сотрудникам Минприроды проработать данный вопрос. Министр выразил губернатору слова благодарности за 96 единиц техники, приобретенной для лесничеств. Дмитрий Кобылкин отметил, что это уникальный случай, когда руководство региона полностью за счет средств областного бюджета закрывает потребность в транспорте для лесников. Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что такой подход со стороны руководства региона достойный пример для подражания. Министр отметил, что благодаря такому шагу Брянская область готова к достижению тех целей, которые поставил президент. Эти цели связаны с гарантийным воспроизводством лесов на всех площадях вырубленных и поврежденных насаждений и сокращением ущерба от лесных пожаров. Также 19 марта в Москве состоялась рабочая встреча Александра Богомаза с президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым. В ходе встреч обсуждалась поддержка предпринимателей. На базе Трубчевского педагогического колледжа прошли курсы повышения квалификации для преподавателей, руководителей образовательных учреждений и районных управлений образования. В масштабном переобучении принимали участие больше ста специалистов. Впервые для педагогов участие бесплатное средство выделили из областного бюджета. Итоги первого образовательного дня подвели за круглым столом вместе с губернатором Александром Богомазом и председателем областной думы Владимиром Попковым. Педагоги смогли задать первым лицам области напрямую самые волнующие вопросы. Доверительная и теплая беседа с первых минут. Для Александра Богомаза общение с учителями всегда особое. Сам воспитанный в семье педагогов он рассказывает про свою первую учительницу, маму Надежду Филипповну. И вспоминает, что самым сложным делом было привыкнуть называть ее в школе по имени-отчеству. А отец, который был в русской литературе, я помню, в детстве, когда там. Сейчас проснешься, а учитель является рад. Это адский труд. Это адский труд. И учитель, учитель любой, как российский учитель, в другой стране, все равно это самый тяжелый труд. Это самый тяжелый труд, чтобы маленького человека научить читать, писать, читать. Научить работать над собой. И успех страны зависит от работы учитель. Потому что невозможно сегодня говорить о развитии страны, развитии новых технологий, если у нас не будет то поколение, подрастающее, образованное. Попросили губернатора рассказать о том, как зародилась дружба с легендарной Валентиной Терешковой. Познакомил случай. Я стал депутатом, прошло два месяца, два. Приехал ко мне ваш сын. Я ему сказал пропуск. Ром, ты заходи, заходи в кабинет. Тысяча двадцать, двадцатый. Это десятый, каждый двадцатый кабинет. Ну, я сижу на сцене Думы. Он мне звонит только в полном. Я зашел, я сделал школу. Я сразу понял, вы слышите, спускайся вниз. Само хожу до свидания. Подхожу на первый этаж. Подхожу к нему. Забираю. Завожу свой кабинет. А, собственно, Дума, это вот старое здание, новое здание, зеркальное. Последний находится зал среди. И там и там, в каждом среде, на другом кабинете. В зале больше ста преподавателей со всей области. Таких масштабных курсов повышения квалификации не было много лет. Обмен опытом, новые знания. Все это под руководством столичных экспертов. Наш приезд организован именно для того, чтобы помочь образовательной общественности Брянской области разработать региональную систему оценки качества образования. Учесть все региональные особенности, спроектировать нормативно-правовую базу и элементы программ, которые помогут при реализации нацпроекта образования в Брянской области. Трехдневная программа семинара насыщенная. Каждый слушатель получит удостоверение о повышении квалификации. Ну и что самое главное, что в нашем региональном бюджете нашлись средства и выделены специально были средства на то, чтобы 110 человек обучить, повысить их квалификацию. Это трехдневные курсы, абсолютно бесплатные. Нам очень здорово помогли наши депутаты. Такой формат – это фундамент для исполнения указов президента. Российский лидер поставил задачу создать в нашей стране лучшую и конкурентоспособную на мировой арене образовательную систему. Все начинается с регионов. Учитель – это тот человек, который после родителей дает путевую жизнь нашему подрастающему поколению. И мы с Александром Васильевичем часто обсуждаем проблемы нашей области, наши дела, и мы всегда говорим, что на первом месте учительство. Потому что будущее – это наш день. В Брянской области для поддержки образования уже сделано немало. Педагоги это чувствуют и благодарят. Александр Васильевич, хотелось бы еще раз поблагодарить вас за новую школу на Свинье. Школа работает, нам уже год. Все довольны – и учителя, и ученики, и родители. На самом деле это очень замечательно. Когда в поселке была маленькая ветеринарная школа, это было большое и летное красивое здание. Не обошли вниманием конкурс «Учитель года». Педагоги задавали вопросы не только из сферы образования, коснулись медицины. Александр Богомаз отметил, что сегодня региональное правительство выделяет немалые средства на приобретение квартир для врачей. Закупаются машины скорой помощи, учреждения здравоохранения региона, получают высокотехнологичное современное оборудование. Перинодальный центр, он строился для того, чтобы оказывать помощь тяжелым проживницам. И самое главное назначение – спасать жизни женщин, потом ребенок. И вот когда начинали, почему я стал на защиту врачей? Потому что, ну, на вот этом, на эти горе нельзя зарабатывать себе какие-то очки. И нельзя вести в абсолютно противоположном направлении. Почему объясняю? Вот в прошлом году в перинодальном центре выворождено почти 3 тысячи детей. 5 детей умерло. Всего в области выворождено 11 111 детей. Умерло 45. То есть, получается, 5 детей умерли перинодальницы, а 40 – при их учреждении. Про другие никто слова не говорил. Именно перинодальный центр. Но в перинодальном центре 56% патологий был он врожден. То есть, вот из всех 100% патологий 56% рожали в перинодальном центре женщины. Из них только 5 детей умерло. Остальные – удовольствовалости. Но это самое трудное вылета. И вот, понимая вот это, понятно, что я говорю, слушайте, остановитесь. Виноваты – пусть их накажут. Не вопрос. На это есть следствие. Пусть разбираются, если виноваты. Но если не виноваты – руки не отбивайте. Руки же отбивать тоже не нужно тем людям, которые сегодня делают добро и дают жизнь. Но и задача же власти сегодня, чтобы наши жители, которые живут в Брянской области, женщины, имели высокотехнологичную медицинскую помощь при рождении детей. То есть, по большому счету, мы должны сегодня в Брянцах и в Брянске, у нас это областной роддом, при рождении цены, чтобы там женщины в основном рожали. То есть, сделать двористый путак, чтобы там рожали женщины. Говорили и про дороги. Когда мы с Александром Васильевичем пришли заниматься областью, то тяжелая ситуация была. Автодор был наш банкрот. Почему? Потому что выигрывали торги. Первочки, у которых они, как раз, не платили автодору, потом банкротились. И ситуация была очень сложная. Вот благодаря жесткости и такой хозяйственной структуре Александра Васильевича было принято решение убрать с рынка дорогу все вот эти фирмочки, а чтобы автодор и крепкие подрядчики занимались дорогами, но не только строили, но и пять лет отвечали за качество дороги. У нас два вопроса сказали. С каждым годом растет Дорожный фонд. Он действительно растет, но он растет не так, как растут цены на битум и на щели. То есть если взять этот Дорожный фонд, то в 14-м году 2,2 миллиарда рублей. По прошлому году 4,4 миллиарда рублей. То есть он увеличился на 1,2 миллиарда рублей. Но за эти вот 4 года битум подорожал 5 раз, а щели подорожал 2 раз. Это основная составляющая нашей дороги. На вот этот год, он действительно, Дорожный фонд, он еще у нас стал выше. Он выше за счет реализации национальных, вот я задаю, что он ставит президентом, почти 6 миллиардов рублей. 6 миллиардов рублей. Но то, что нам удалось сделать больше дорог, и сегодня многие пытаются, знаете, как видны у нас люди, которые знают, как заявили в области. Но они начинают людей везти не в том направлении, куда нужно везти. А почему? Чтобы оправдать, грубо сказать, в росту. Область – это сегодня большая-большая семья, где собрано многие направления, есть бюджет области, и задача области сегодня, и руководство области именно рационально использовать деньги. Мы действительно на сегодня убрали все эти схемы, хотя это было очень сложно. То есть я же понимаю, когда в 2015 году, сколько людей затрагиваю, когда отодвигаю кормушек. Но мы их отодвинули. А вот отодор, который был банков, он сегодня работает прибыльно. Педагоги поблагодарили губернатора и председателя областной думы за такой открытый и честный диалог. Александр Богомаз обещал, что подобные встречи постарается посещать чаще. К памятнику учителю легли красные гвоздики, как дань безграничного уважения к людям, для которых профессия стала призванием. После общения с педагогами Александр Богомаз отправился на лед. В Трубчевске прошел товарищеский матч между хоккейными сборными правительства Брянской области и Трубчевского района. За матчем следил мой коллега Дмитрий Кузнецов. В этом году арена «Вымпел» отмечает первый скромный юбилей – пятилетие. За это время Ледовый дворец не только стал излюбленным местом отдыха жителей Трубчевска, но и благодаря плодотворной работе команды молодых тренеров воспитал целое поколение юных хоккеистов. Более сотни ребят, юных ребят, на этом спортивном комплексе занимаются. Я думаю, что если мы ту мечту с Александром Васильевичем, которую мы задумали, построим во всех районах области, это будет наше великое достижение. Что касается самого матча, то он хоть и носил статус товарищеского, а на площадке формально были ветераны, любителями игроков и той, и другой команды не назовешь. У большинства за плечами не один сезон выступления в ночной хоккейной лиге, а состав команды правительства, которую возглавил губернатор Александр Богомаз, и вовсе больше, чем наполовину, состоял из игроков партизана, победителя последних нескольких чемпионатов ночной хоккейной лиги. Приятно сравнивать, скажем, эту команду, которая была два года назад. Год назад мы последний раз играли, если помните, «Путин тайм» в ледом Дворца Володарского района. Год тренировок дает о себе знать. Мы подросли, и это приятно. Но есть к чему еще стремиться. Сыгранность и опыт игроков брянской команды в итоге решили исход этой встречи. В середине первого периода стартовая пятерка гостей организовала две очень похожих и явно отработанных комбинации. Александр Богомаз бросает с пятачка, Алексеенко добивает. Под занавес периода трубчевским хоккеистам удалось сократить отставание в счете, однако второй игровой отрезок хозяева провалили. Положил начало разгрому председатель Брянского областного суда Евгений Быков. После этого шайбы в ворота хозяев стали влетать с завидной регулярностью. В итоге счет из почти равного превратился в разгромный 7-2. Команда слаженная, сыгранная, видно. Может быть не все получается, но ребята стараются. Чисто получить удовольствие от хоккея, от такого товарищества. Именно эмоции, положительные эмоции. Результат, я думаю, что здесь скорее всего отходит на второй план. Главное, чтобы вот это товарищество не только на площадке проходило, но и в жизни. Несмотря на счет на табло, такая игра пришлась по вкусу местным болельщикам. Мне очень нравится. И, конечно, я как трубчанка болею за свою команду. Но мне хочется поддержать и гостей. Хотим, чтобы почаще состоялись такие встречи. Наш ВМП в этом нуждается. Людей это очень сплачивает. С удовольствием всегда ходим и смотрим до самого конца. Очень болеем за нашу команду. Третий период, по большому счету, превратился в чистую формальность. В победе гостей уже никто не сомневался. А сборной Трубчевска хватило сил лишь на одну заброшенную шайбу. Итог этого яркого поединка 7-3 в пользу сборной правительства. На память об этой встрече воспитанники местной хоккейной школы вручили губернатору Александру Богомазу подарок, сделанный своими руками. И попросили дать старшим товарищам шанс отыграться и приехать в Трубчевск еще раз. На этой неделе губернатор провел заседание комиссии по противодействию коррупции. Участники встречи обсудили результаты работы правоохранительных органов по борьбе с коррупционными преступлениями и реализацию мероприятий, предусмотренных национальным планом противодействия коррупции. Выступающие отметили, что проблемам противодействия коррупции и возмещению вреда от коррупционных правонарушений продолжает уделяться повышенное внимание. Губернатор подчеркнул, что главная задача всех ведомств, направленная на профилактику коррупции, это сведение до минимума количества коррупционных преступлений. Смотрите во второй части программы. Исполнение наказа у населения, социально-экономическая политика и вопросы улучшения качества медобслуживания. Александр Богомаз выслушал руководство нескольких районов. Завершить строительство детского сада на 135 мест. Одна из главных задач для Суражского района на 2019 год. Лучшие педагоги начали борьбу за победу в Брянске. Уже в 30-й раз стартовал региональный этап конкурса «Учитель года». Вы уже победитель регионального конкурса «Учитель года России 2019» в Брянской области, потому что вы лучшие. Станцуй лучше. Кубок вызова. На телеканале «Брянская губерния» стартовал отборочный этап третьего сезона популярного телепроекта. На этой неделе продолжились встречи губернатора с руководителями различных муниципальных образований, исполнения наказов населения, социально-экономическая политика и вопросы улучшения качества медицинского обслуживания. На эти темы подробный отчет Александру Богомазу представили главы районов и районных администраций. Первыми отчитывались руководители Рогнеденского района. Они доложили Александру Богомазу, что 28 из 38 наказов и просьб населения, которые были озвучены жителями района на встрече с губернатором, выполнены полностью. Еще 7 должны быть исполнены до конца текущего года. Так уже завершена разработка проектно-сметной документации на строительство новых очистных сооружений. Отремонтированы крыши в нескольких школах, спортзалах и, главное, в местном детском саду, о чем особенно просили жители. Мы ее сделали, открыли торжественно. Значит, люди довольны, благодарят руководству области и местную власть за то, что за много-много лет эта проблема решили. Особое внимание вопросам медицинского обслуживания руководству района удалось добиться неплохих показателей. Однако глава региона заметил, что, несмотря на успехи, работа в этом направлении должна быть усилена. Особенно в части оказания первичной медицинской помощи и профилактической работы с населением. Чтобы работали ФАПы, участковые больницы, и направляли, чтобы ввели обследование населения и направляли их к дальнейшему лечению. Вот это нужно делать, чтобы поднять уровень жизни. Вот к чему нужно стремиться нам сегодня в России, чтобы было, как на Западе, когда говорили, что медицина лучше. Там не медицина лучше. Там 100% в год человек должен пройти полностью обследовать. А у нас только 860, то есть седьмая часть, и мы, как достижение. Ну, понятно, что человек может заболеть за 7 лет, он может заболеть тоже онкологией. Если его выявят на начальной стадии, вылечат. Если на треть, четвертую, то, понятно, уже четвертую вообще сложно, третью еще, но это тоже тяжело. И вот задача у нас сегодня, чтобы можно было оказывать помощь, а не консортировать, что уже поздно он заболел. А первое, чем похвалились суражские руководители, это снижение смертности в районе. Сократить ее удалось и среди детей до года. Детской смертности до года и протональной смертности от 0 суток до 6 нет. По сравнению к 2017 году рождаемость увеличилась. Отрадно отметить, что смертность за 2018 год составила 364 человека, что на 50 человек меньше к уровню 2017 года. Хороший показатель в районе по числу первоклассников и выпускников. Первых больше. Это также говорит о выходе из демографической ямы. Я смотрю даже у вас по первоклассникам 10,25, а старшеклассникам 105. То есть тоже хорошая перспектива. Ну вот тенденция меняется. Смертость, рождаемость мы вот отслеживаем. Тенденция меняется. Уходит меньше, чем больше приходит. Я же посмотрел, у вас если по школьникам в этом году меньше. Немножко, да. А по детскому саду у вас больше детей на 70 человек. Кстати, по детским садам Суражское руководство доложило, что к началу нового учебного года завершится строительство дошкольного учреждения на 135 мест. Из них 80 мест рассчитано на ясли. Встреча с руководством Трубчевского района проходила в самом Трубчевске, куда губернатор прибыл в рамках рабочей поездки. Здесь удалось сделать жилищно-коммунальное хозяйство рентабельной и эффективной отраслью. В принципе, по текущему году мы были очень озабочены вообще системой реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Это заняло у нас довольно продолжительный период. Мы в общем итоге четыре предприятия муниципальных объединяли в одно. Но сегодня мы ни к вам не обращаемся за помощью. Предприятие работает с прибылью. Погасили они задолженность порядка 6 миллионов. И по зарплате, и по налогу обложению, которое имелось и сегодня, предприятие работает довольно успешно. Только местных дорог в минувшем году в Трубчевском районе отремонтировали больше 7 километров. В 2019-м темпы работ снижаться не будут. Продолжат укладывать новый асфальт и на региональных магистралях в направлении Пагара, Почи, Пасуземки. До 2021 года обновят все дороги в самом Трубчевске. Александр Богомаз акцентирует, нельзя снижать темпы и привлечение молодых врачей. Уникальная программа, работающая в Брянской области, сегодня открывает новые горизонты. К нам готовы ехать медики из других регионов. Нам уже ждать дальше некуда, потому что те, которые сегодня пенсионные воздействия на пенсии, могут завтра уйти. Кто будет работать? Пока-то у нас 73 врача, а завтра будет 20 врачей или 30 врачей. И нам сегодня нужно усиленно покупать квартиры. Мы на это даем деньги из бюджета. Мы нашли источники финансирования для того, чтобы сюда привлекать молодых специалистов. Ввлекать молодых специалистов и делать фундамент, основу для будущего здравоохранения Трубчевского района и Брянской области вместе взяли. Если мы этого не сделаем, то завтра может наступить коллапс. В начале встречи с руководством Севского района подвели итоги прошедшего сельскохозяйственного года. В целом для района он сложился благополучно. В масштабах области муниципалитет вошел в тройку лидеров по воловому производству зерна и его урожайности. При этом не забывает район уделять внимание и техническим культурам, таким как РАПС. Структура 18-го, вот у меня немного изменилась структура поселных площадей. Наши предприятия в связи с тем, что немного рыбок из зерна в 17-м году был упал, они перешли на техническую культуру, но и для того, чтобы соблюдать более сильный оборот. Из сертифических культур в 18-м году было более 17 тысяч гектар, это более чем в два раза увеличено. Это РАПС, соль. Поэтому мы проводили семинар у нас, также по техническим культурам сегодня уделили. Поэтому у нас волонка зерновых уровня в 18-м году. Вопрос, который находится на постоянном контроле губернатора – разработка неиспользуемых земель. За последнюю пятилетку Севский район вовлек в сельхозоборот 15 тысяч залежных гектаров. Тема, которая звучит на всех встречах Александра Богомаза с главами районов – обеспечение жильем сирот. Глава региона обратил особое внимание на то, что в распределении жилья детям-сиротам должна быть социальная справедливость. Задача на ближайшее время – искоренить в корне практику, когда проблема последних решается за счет первых. Речь о сиротах, которые только вступили в права на квартиры. Квадратные метры они получают по решению суда, оставляя позади тех, кто стоит в очереди уже многие годы. Поручение для руководства Севского района – инициировать ответные иски от лица тех, кто не прыгает через головы. С последнего, что краем эти деньги, чтобы покупать 400 квартир. Мы никогда получаем сегодня те, которые только еще учатся в мастер-путе, ему квартиры не нужны. Но он получил. А там, где уже семья есть, он по 15 минут в этом году получал квартиру, у нее с 2009 года они стали. У них уже трое детей. Сейчас надо посмотреть. Надо посмотреть. Потому что это была такая ситуация в Беларуси, я разговариваю, и в коллогии. Когда, потому что там столько не дают, там дают по 100, по 200, когда у них проблема в очереди. У нас же сегодня как? Мы даем больше, чем у нас становится, а у них наоборот. И то они вышли в защиту тех детей. Как изменилась ситуация по сиротам в Брянской области за последние годы, можно понять, сопоставив две цифры. В 2011-м для ребят, которые выросли без родителей, прежняя власть смогла купить лишь 28 квартир. В 2018-м ключи от долгожданных квадратных метров получили 420 сирот. Приблизительно столько же обзаведутся жильем и в этом году. В Брянске прошел Межрегиональный совет Единой России по Центральному федеральному округу. Проведение праймерис и подготовка к осенним выборам – главная тема встречи. В зале секретари и руководители исполнительных комитетов 16 региональных отделений партии. Первый вопрос рабочей встречи – проведение предварительного голосования. Состоится оно 26 мая. Процедура праймерис уже зарекомендовала себя как эффективный способ отбора кандидатов для выборов разного уровня. Не только региональных, но и федеральных. Мы единственная партия, которая в уставе, где закреплено, что проходит этот отбор совместно с гражданами того или иного населенного пункта региона. Мы приглашаем для участия именно в качестве кандидатов всех неравнодушных жителей нашей страны участвовать в предварительном голосовании, чтобы быть выдвинутым от партии День России. Конечно, для нас очень важно, чтобы это проходило открыто, легитимно, для того, чтобы действительно те кандидаты отвечали чаяниям и тем потребностям, которые есть у наших избирателей. Для нас, конечно, очень важно, чтобы партийные программы, партийные наказы, которые формируются в ходе предвыборной кампании, также отвечали тем задачам, которые есть у общества, есть у той или иного населенного пункта. Сегодня для участия в предварительном голосовании по Брянской области уже зарегистрировано больше тысячи человек. Это достаточно высокий показатель среди других областей. У каждого региона свой опыт проведения праймерис. Новыми программами и эффективными проектами участники встречи поделились с коллегами. Обсудили на заседании и подготовку к 8 сентября, дню единого голосования. В этом году, 8 сентября, наши избиратели будут избирать на своих избирательных участках и в областную думу, и в районный совет, и в сельские поселения. Всего будет избрано более трех тысяч депутатов. Поэтому «Единая Россия» сегодня идет на эти выборы поступательно, уверенно. Нам сегодня есть, что людям сказать. Это партия, которая действительно сегодня многое делает для народа. Реализация проектов «Единой России», в том числе нового кадрового проекта «Политстартап» – еще одна важная тема встречи. Секретари региональных отделений партии поделились опытом в решении практических вопросов. Межрегиональное заседание позволило обменяться новыми эффективными формами работы. На полях области начались весенне-полевые работы. Подкорм козимых зерновых культур ведется в 11 районах области. Среди лидеров – агропромышленный холдинг «Добронравов Агра». Подготовка почвы под сев яровых культур проведена на площади 890 гектар при плане 394 тысячи гектар. По севу многолетних трав приступили сельхозпредприятия в Гордеевском и Красногорском районах. Лучшие педагоги начинают борьбу за победу. В Брянске уже в 30-й раз стартовал региональный этап конкурса «Учитель года». Прежде всего, участие в конкурсе – это преодоление. И понятно, что это не так все просто. И понятно, что нужно преодолеть не только себя. И нужно понимать, что готовы ли вы к этому. И вы уже победитель. Вы уже победитель регионального конкурса «Учитель года России 2019» в Брянской области. Потому что вы лучшие в своей школе, в своем классе. Вы признаны среди родителей, социуми, которые находятся вокруг вас. Вы лучшие в муниципалитете или в городском округе. Юбилейный и особенный. В этом году конкурс проходит уже в 30-й раз. За победу впервые, в отличие от прошлых лет, будут бороться представители всех муниципальных образований и городских округов региона. Каждый год конкурс по-новому звучит. В нем больше специалистов, больше предметников. Мы больше видим молодых участников, больше мужчин. Но уже хотелось бы, чтобы женщина победила. Потому что все-таки это женская профессия, профессия учитель. В этом году больше всех среди конкурсантов – учителей гуманитарных предметов и начальных классов. Средний возраст педагогов по-прежнему 30-40 лет. Ярослав Бабарин – учитель физики из 3-й Брянской гимназии. Самый молодой участник регионального этапа. В работе, признается педагог, возраст не добавляет сложностей, а скорее напротив. Мне 26 лет, 5-й год работаю в гимназии. Может быть, мне проще общаться с детьми, находить общий язык, потому что между нами разница в возрасте чуть меньше. И у нас сознание работает приблизительно одинаково. Своим личным примером стараюсь показать, что физика – это не просто какие-то формулы, какие-то параграфы непонятные. Это, прежде всего, природа и окружающий наш мир. Урок для незнакомой аудитории, классный час, а еще мастер-класс для коллег и мини-интервью с директором Департамента образования и науки. Конкурсная борьба продлится ровно неделю. На всех этапах оценивать мастерство участников будет большое жюри. Сами же педагоги уверены – все получится лишь при условии абсолютной отдачи своему делу. Учитель должен быть эмоциональным и дарить эмоцию на уроке, потому как только посредством честности и эмоций можно ребенка, говоря современным языком, зацепить. Это очень сложно сейчас. Дети очень современные, дети очень развитые. И чтобы быть в их глазах таким же, быть в их глазах авторитетом, надо, наверное, быть с ними на одной эмоциональной волне. Хорошая новость для всех поклонников танцев. Телеканал «Брянская губерния» объявляет о старте отборочного этапа третьего сезона телепроекта «Станцуй лучше». «Станцуй лучше» – это яркие эмоции, неожиданные перевоплощения и возможность познакомиться с лучшими танцевальными коллективами области. Не пропусти главное событие этой весны. «Станцуй лучше» – кубок вызова. Когда два года назад телеканал «Брянская губерния» запускал первый сезон проекта «Станцуй лучше», никто и предположить не мог, во что выльется этот необычный эксперимент. Сейчас можно с уверенностью утверждать, такого в истории брянского телевидения еще не было. Сотни танцовщиков, десятки ярких номеров и более полумиллиона просмотров в соцсетях. Телепроект «Станцуй лучше» уже давно вышел за рамки конкурса, превратившись в грандиозное шоу, за которым следят и которого ждут. Третий сезон телепроекта «Станцуй лучше» обещает быть еще более ярким и насыщенным. Организаторы решили полностью изменить формат, а это значит, мы увидим еще больше неподдельных эмоций, талантливых исполнителей и красочных постановок, еще больше танцев, танцев без границ и стереотипов. В грандиозной танцевальной битве сойдутся уже признанные мастера, суперфиналисты первых двух сезонов и дерзкие дебютанты проекта. Вы талантливы и амбициозны? Вы хотите доказать себе и окружающим, что можете станцевать лучшее? Тогда мы ждем вас. Они уже доказали, что лучшие. А ты готов бросить вызов суперфиналистам телепроекта «Станцуй лучше»? Стань участником грандиозной танцевальной битвы. «Станцуй лучше»! Кубок вызова. Посмотрим, на что способен ты. Подробности на сайте губерния.тв. Станцуй лучше. Кубок вызова. Возрастное ограничение 6+. Это все, о чем мы успели вам рассказать на Брянской губернии в событиях недели. Спасибо, что смотрите нас. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова